Что такое инвариант? Такой-то объект, который вы строите по узлу, и который не меняется при вот этих вот преобразователях. Омега-динамиды, памятники. Если вы сумели построить такой объект, и если для некоторых двух узлов построенные по ним объекты такие разные, то вы получаете доказательства того, что есть узлы разного. Дело в том, что когда вам дают в одну веревку забудут, в другую, то, конечно, иногда удается увидеть, что они одинаковые. Но если вы это не сумели увидеть, дальше совершенно непонятно. Вы не сумели это увидеть, потому что плохо искали способы, может быть, надо было как-то по-другому зле. Или же, потому что его просто на самом деле нет. Ребята, я не буду сейчас вырисовывать облицу узлов, хотя она сейчас довольно большого количества пересечений известно. То есть там количество изученных узлов измеряется миллионами. Это важно понимать. В 19 веке, когда эта наука возникла, было тяжело разобраться с узлами за десятью пересечений. Когда казалось, что это что-то совершенно такое невозможное, а сейчас все это сделано, действительно, да, что? Я хотел бы спросить, что это не вариант. Инк – это не вариант. Вариант, это вы в школе знаете, там, на контроле, да, там, вариант один, вариант два. Инвариант – это то, что не меняется. Какая-то величина, которая постоянная при наших действиях. Понимаете, нам важно, чтобы при этом вот трех преобразовании штука, которую мы строим, была в одно и та же. Тогда автоматически получается, что когда диаграмма у вас уменяется, соответственно, с этими пересечениями, все равно объект один и тот же. Так вот, каким способом доказывают, что углы разные? Высчитывают один вариант. Если получились значения разные, значит, углы разные. Если одинаковые, значит, углы другие, и так далее, и так далее, и так далее. Полной системой инвариантов на свете пока, на условиях, нет. То есть, есть предположение, что инварианты Васильева на самом деле являются полной системой инвариантов, но это не доказано. Поэтому это всего лишь дипотеза, да? А вот то, что я сегодня вам буду рассказывать, это два инварианта. Один из них носит название Кауфан Джоуз. Два человека придумали. Сначала Джоуз, А потом его очень сложную конструкцию сумел совсем просто рассказать Кауфан. А другая конструкция называется Александер Канвей. То же самое. Александер придумал свой детагент замечательный, и Канвей понял, как это можно объяснить проще. У нас есть несколько человек, которые ходили на курс Эшли, который там строго рассказал конструкцию Александера. Это длилось не одно занятие. Это длилось несколько, причем двухчасовых. Их-то провезло что-то потрясающее. Потому что вот эта вся топология по большому счету возникла в 20 веке. То есть первоначально, вот самая-самая начатка топологии, конечно, Эйлер с его графами, да, он начал теорию графов. Про узлы впервые начал думать Гаусс. Дальше в 19 веке возникала она таким медленным очень образом. В 20 веке вдруг под названием алгебраическая топология вся наука топология стала намного-намного мощнее. И я очень хорошо помню время, когда я учился на Мехмате, все говорили, что алгебраическая топология это самое замечательное, что есть в математике, но это очень трудно, это почти невозможно понять. А вот сейчас, если вы возьмете расписание занятий независимого университета для первокучников, то есть для людей, которые только-только кончили школу, то вы там читаете топология отдельно. Объекты в семестре эту самую топологию рассказывают. Ребята, постепенно трудами нынешних математик, построения, которые были страшно трудные, постепенно становится все проще и проще. И конструкция, с которой я сегодня начну, намного раз легче, чем первоначальная конструкция Джонса. Хотя она дает ровно тот самый вариант Джонса. Продолжение следует...